Здравствуйте! Мое имя Жданов Андрей Юрьевич. Я кандидат педагогических наук, преподаватель, журналист, писатель и немножко философ. Вы проходите сейчас обучение, и я хочу вам пояснить, как происходит обучение в нашем мозгу. Понятия, логику, определение, выстроенность всего понятейного аппарата, мы воспринимаем левым полушарием. А правое полушарие формирует образ, и этот образ очень важен в принятии решений, находясь немножко ниже того пласта знаний, который мы получаем как логику. Вот, предположим, вы хотите добиться успеха, и у вас образ вершины. Я хочу добиться вершины. Что это значит? А вы представьте, вот вы добились своего, вы достигли вершины, вы на вершине. А что дальше? А дальше неизбежный спуск. И многие люди, которые держат образ вершины в голове, легко достигают успеха, но тяжело переживают последующие факторы, которые складываются с ними, как спуск с вершины, воспринимая их чуть ли не как свое поражение, что очень сильно отражается на эффективности их бизнеса. Или другой образ. Скажем такой, живу один раз. Многие исповедуют его. И как он отражается на наших делах? Вы можете получить прекрасные знания по бухгалтерии, по экономике, но имея образ. Эх, живу один раз. Вы совершенно иначе будете принимать решения по тратам, по сбережениям. Совершенно иначе будете относиться к рискам. И когда опять происходит какой-то провал, вы не можете понять. Все хорошо. В чем же причина? Я такой умный. Я все делаю по правилам. А вот этот образ. Эх, живу один раз. Он делает свое черное дело. Или еще один замечательный образ. И жители села, мне кажется, должны его понять очень хорошо. Сезонность жизни. Весна, лето, осень, зима. На грядках и в оранжерее это все всем понятно. Но как только мы начинаем применять это к семейной жизни или к бизнесу, мы забываем про сезонность. Ну вот простейший пример. Молодая пара полюбила друг друга. У них весна, у них жаркое лето. Родился ребенок. Ну что такое ребенок? Плоды любви. Осень. И очень многих людей, у очень многих людей на этом этапе, когда рождается ребенок, в паре происходит охлаждение отношений. И человек, кто не мыслит сезонностью, он думает, ну все. Закончилась любовь. Завяли помидоры. Надо разводиться. А всего-то охлаждение, всего-то первая зима в нашей любви пришла. И люди, которые мыслят сезонностью, они вот это охлаждение воспринимают совершенно иначе. Ну, переждем. Завтра будет весна. И завтра будет у нас любовь в полном разгаре. Представляете, какие две разные модели, даже три модели образных, которых я вам нарисовал. Поговорим про успех. Как отражаются модели, вот эти образы, которые мы с вами держим, на успехе, который достигают люди или не достигают? Ну, прежде всего, давайте посмотрим, что такое успех. Когда я спрашиваю своих студентов, дайте мне определение, что значит быть успешным. Мои студенты сразу же говорят, о-о-о, это быть лучше всех, о-о-о, это быть первым. Но что такое быть лучше всех? Это сравнение себя с другими. А что такое быть первым? Это тоже сравнение себя. Имеет ли это какое-то отношение к успеху? Если вы ставите задачу быть лучше всех и становитесь на какой-то период, по какому-то показателю, в самом деле лучше всех. Да, вы успешны, но быть лучше всех? Вот я спрашиваю студентов и вас спрошу, а вы сможете написать полный список всех-всех-всех, лучше кого вы хотите быть? Задумываются люди при ответе на этот вопрос. На самом деле, быть лучше всех, такую задачу ставить опасно. Потому что третий закон Ньютона, действие равно противодействию. Он действует и в сфере социальных отношений. Успех вообще не имеет никакого отношения к сравнению. Успех это от слова успеть. Вы только вдумайте. Успеть, поспеть, спелый, успешный, преуспевающий. Преуспевающий. Значит, успевающий сделать все и даже больше. И вот тут понятийно и хранится весь секрет вашего успеха. Успех это работа со временем. Успеть в срок. Вы ставите перед собой задачу. Вы четко планируете время. Вы четко определяете, в какое время вы должны уложиться с вашей задачей. И если вы успеваете в срок, вы, безусловно, успешны. Поставьте себе задачу на день. Если вы успели, прекрасно. Ставьте на следующий день задачу большую. Успели, прекрасно. Вы преуспевающий человек. Какая бы эта задача ни была. Я, например, вписывал свои деловые планы, вот когда, предположим, защищал диссертацию. Не только то, что я должен прочесть. Это успех в моей научной работе. Я должен был обязательно записать свои планы определенное количество времени пообщаться с женой, чтобы не разрушить успех семейных отношений. Я должен записать свои планы. Обязательно. Время общения с детьми, чтобы быть успешным как отец. Понимаете? Успех это успеть в течение дня, недели, месяца, года сделать то, что запланировано. Если вы успеваете, вы успешные люди. А так как успех связан со временем, вот я показываю свои часы, и вы посмотрите на свои часы. Какие у вас часы? У меня часы с круговой стрелкой. А у кого-то часы, которые показывают, ну, предположим, 14-20. Человек, который видит 14-20, 14-21, живет в образе времени точечного, моментального. Он не видит на часах, как я вижу, прошлое, настоящее и будущее. И это тоже отражается на успехе. Человек, который живет точечным временем, он свой успех, вот который пришел сейчас, достаток, признание, славу, он воспринимает, как так оно и должно быть сейчас и всегда. Время в его восприятии, которое подтверждается каждым взглядом на часы, дискретно. А когда наступает неудача, такой человек думает, все, катастрофа, я погиб, жить незачем. Ну, это так, утрирую, конечно. Но и восторг при таком восприятии времени чрезмерный, что чревато разочарованием. Но и трагедия совершенно напрасная. Совершенно напрасная депрессия. Люди не думают, чем она заложена. А очень часто заложено тем, как мы воспринимаем время. А вот время, которое мы смотрим здесь, оно нам показывает вот на часах, на этих, которые с круговой стрелкой, что у нас есть промежуток прошлого, у нас есть конкретное время настоящего. И я вижу, сколько у меня еще остается времени до окончания рабочего дня. Вроде бы кому-то покажется, что я говорю мелочью. Нет, это не мелочь. Это как раз образ нашего образования. То подсознательное, которое определяет, как мы будем пользоваться понятиями, определениями и логикой. В следующий раз мы с вами поговорим про планирование, которое ведет к успеху. Ну а сейчас время нашего общения истекло. До свидания. До следующей встречи. Успехов вам!